Только появились, и их было две на карте, и команды, которая забирает две баунтируны, у них там винрейт был что-то около 75%. Так и потом уже, когда все это там распределялось нормально, все равно, если команды забирали 3 в 1, первый именно круг рун, то и правда была стата чудовищная на тему их побед. Оттуда этот мем, по сути, и пошел, что когда кто-то забирает 3 руны на старте или 4, то все, это гг, можно выходить. Он знатно, конечно, помесил только что FNG Некропоса, и получается так, что Некропос как бы фармить не может, и фармить приходится PPD, пока что только под Denival. Есть Fairy Fire, FNG, Артем занимается тем, чем занимался и на предыдущей карте. Курьера, кстати, убили Дайер. У Дайер убили Курьера, да, тут надо так, небольшую поправочку. Я так понимаю, Тумирана, да, запрыгнула, скорее всего, но я вот смотрю, что липов у нее не осталось вообще. Возможно и правда, это был прыжок куда-то вдаль, под башню FNG. Выжидает момент и четко отдается, как же он играет, как же он играет. Да, каждому по 118 подарил, по плюс 2 крипа, между прочим. Вивер вместе с Хастаджиротом стоит. Кстати, вот с Аксом неплохо будет Вивер работать, если Акс там запрыгивает, получает максимальное количество урона. В себя все впитывает, и Вивер может спокойно это все восстанавливать таймлэпсом. Так, ну смотри, сейчас вот Акс очень легковато заходит, но два ранжевика очень сильно отрывают от него куски. Там еще, не забываем, есть этот, Блайтстоун, забывая вечно, как он называется. Ну, старость, конечно, уже дает о себе знать. Это ерунда на минус армор. Да, неплохо. И не стоит забывать, что если Акс добежит все-таки до дровки или же до ВРки, то Вивера под Свормом сможет очень-очень сильно всех убить. Именно убить, скорее всего. Ой, а сейчас Вивер что-то не сможет всех убить. У него проблемис, и это Ферзблад делает. Да, он что-то вообще в ФК стоял, странно очень. Но он потратил Шикучи и очень рано вышел из них. Все-таки там Шикучи еще первого уровня. Да, там перезарядка бешеная и, ну, не знаю, не рассчитал. Возможно, что неожиданно два героя, на которых он выбежал, будут атаковать его в ответ. Тю. 33 получает копье. ФНГ идет дальше за ним. 380 хп у него максимальное, посмотри. Минус 16 сил. Зато посмотри, как регенит Лич Сид. Ну, я смотрю пока что, как умирает Вивер уже который раз. И да, 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 Сакс сейчас тоже умрет. Пытался умереть от башни. Ну, там убийство разделилось между всеми. Так, ну, пока у меня... Так, еще один Лич Сид использован. ФНГ получает порцию урона от APD и... Ну, хорошо, опять дикей по двоим. Ну, вот просто подходят опять вдвоем и просто подставляются под дикей. Вот повода сходиться у них только что не было, абсолютно. И все равно парни подходят друг к другу для того, чтобы ФНГ дал более результативный дикей. Ну, что это? Да, и постоянно получает копье на треть здоровья. Ну, да, да. Вообще ПЛ может замаксить копье и через минуту он будет убивать стычки. А есть Ghost Shroud. Так, правильно. Человек нажимает Ghost Shroud под минус 28 силы и умирает. Продолжит там. Так он умирает просто с одного копья и все. Там не надо ничего продолжать. Если минус 28, то только тогда. Ну, вот. Там ФНГ что-то, видимо, не рассчитал, когда у него дикей слетали и получил урон. Я думаю, он так и планировал. Чисто ресурсы восстановить? Ну, да, почему нет? Может, может. Просто нужно наблюдать полностью этот эпизод. Фат пошел в лес подфармить. Тоже малость. Сакса очень бит. У него пока только три тангуса. Оставаться на линии небезопасно. Фата на самом деле в центре немножко подразвалили по дынаям. Я смотрю, там 10 дынаев должен быть 9 уровнем повыше, чем Мирана. Ну, я бы не сказал, что прям совсем там подразвалили. Все-таки 5 крипчиков разницы это немного. Ну, уже да. Но Фата просто так же вернулся. Набирает и в лесу. И, в принципе, там вернулся на линии где-то тоже подбил. Опа. Это Джеротен. И вивер, вивер, вивер. Пытался забежать. Какая интересная провокация получалась от NIP. Зато он теперь знает, что там в центре есть. А его уже один раз на нем убивали, кстати. Ну, я думаю, да. Он давно знает. Относительно. Ну, это так. Он еще не уверен. Он проверяет, проверяет, значит, зарисовывает, делает зарисовки на карте. Значит, тут меня видели, тут меня не видели. Да, NINE по уровню лидирует. Посмотри, и лидирует очень даже неплохо. Шестой с половиной, а Mirana еще пятый. Вот тебе и разница там в несколько крипов. Не, ну, сейчас она уже вот сколько там получается? Там семь, восемь уже даже, да, штучек. Но из-за данных и добитых также на десять крипов больше. Тоже верно, тоже верно. Ну, вот сейчас Mirana тоже с V6 получает. NINE пока тем временем уже атакуют башню. Я смотрю на древних. Древними пока никто не занимался, но это ладно, потому что все были привязаны к своим линиям. И руна. Руна регенерации появляется сверху. Также интересно, кто ее будет контролить. Вообще, я смотрю, у NINE даже кларетка не сбивается. Он вот почти всю длительность, две трети уже продолжительности этой бутылочки, он просто стоит. Да, впитывает рефракшеном Старшторм. Абсолютно все у него комфортно. Ну да. Лансера немножко пробили. Тут опять пытались зацепить вивера. Есть Гаст по биверу. Бивер прожимает стики. Бивер, вивер. А матч комментирует фивер. Это продолжение панча будет. Надо еще придумать саму формулировку. Я думаю, работяги в чате быстренько сообразят. Ну они там сейчас такое нас соображают. Дважды пожалеем о том, что вообще предложили эту идею? Ну да. Обычно так и происходит. Ничего страшного. Я привык уже. Я сам иногда там дичь какую-то пишу в чатике. Да, всем и пишем. Вот именно. Тогда чему нам удивляться, правда? Сами это же начали, сами затеяли. Пока убили FNG в очередной раз. И вообще мне, как ни странно, нравится то, что делает Артем. Потому что... Это похоже на твой игровой стиль? Ну и это тоже. Но на самом деле это кажется неэффективным поначалу. Но сколько же пространства он дает Лансер. У Лансера очень крутой крипстат. 28 на 10. Сакс погибает внизу. За эйсом можно дальше гнаться. Бивер идет. Кастаджерот он под крипами. Нужно расчистить крипов, конечно. Да, причем эйс пока не выходит вообще из-под башни. Да, стаджерот он не может до него добежать. Вот сейчас крипов могут подсветить. Сворма нет. Ага, все, увидели. Увидели. Да, пошла горелочка. Крипы. Сбивается Ливен Армор. Но эйс, я думаю, не догорит. Он не догорит. И пауза. И при этом ультимейт Мирана использован был. Вот в чем дело. У эйс, стаджерот он просто лагал все это время. Да, но эйс все равно в опасности. Использован Монлайт Шэдоу, но с линии либо придется уходить, либо таскать Сибириген. Короче, неприятно. Все равно. 53 на 17 у темпларки. Сумасшедший крипстат. Да, так это она еще до древних не добиралась. Если там еще какие-то подстаки будут, то пиши пропало. Тим Спирит, 1.61, 2.2, ниндзи в пижамах. Ну да, глядят на эту темпларку и думают, е-мое. Что вообще делать? Ну они пока еще не видели ее в действии, но когда посмотрят... Вот сейчас пойдет она действовать и... Нет, нет, не идет она никуда действовать. Я думал, может на верхнюю линию перебежит быстренько. Ну ничего страшного. Там на верхней линии стычка, но там особо... Особо никого не бьют пока, что ПТД просто ходит и дает вижен. Да, там Петра могли побить, и там стоит сантрячок. И попинговали на апсервер. Возможно, знаешь, что тот находится чуть глубже и пойдут его ломать уже со вторым сантряком. Тот же ФНГ, например, получает рут. Да, и ППД просто выпуливает крипов для Некрофуса. Но правда, возле деревьев он особо не выпуливает, там уют в инвиз. Ну вот уже потихоньку приближается этап, когда мы будем переключаться на общую ценность, например. И посмотрим, что темпларка должна быть сильно впереди той же Мираны, по моим приблизительным подсчетам. Но это мы узнаем совсем скоро. Дроу Рейнджер уже с шестым уровнем. Получше дела, конечно, эту Туэсси, чем на прошлой карте на этом персонаже. В прошлый раз, да, там как-то совсем у него все кисло получалось. Сейчас мы видим, что спокойно они нападают вдвоем на Акса, разбирают его. Помощи рядышком не было. Даже он дайн бы не помогал. Может быть, с Ол Рипом подхилил как-то. Ну это единственное, что... И в целом, ну сколько там, 100-200 единиц здоровья бы даже восстановил. Не думаю, что это бы сильно повлияло. А больше у него ничего нет. Даже там бы нет, которое можно напугать кого-то. Хотя тут такие два героя, напугаешь ты их. Вышка падает сверху. У Дайр. 2000 уже за НИП, но начало прошлой карты было тоже приблизительно такое. Ну и единственное, что Туэсси, у нее, конечно, все очень печально было здесь. Ну да, он помнит, насколько 2000 у нее было на Творс. Патт, она ходит руну Волшебства. У нас уже и книжки пошли, и Тренд Протектор скоро получит шестой. Дровка. 4200 уже. Уже 4200. Так, там интересная стрела полетела. Фата еще Старшторм заряжает. Ну вообще, если что, то сейчас, мне кажется, нагнетать нужно игрокам НИП все же. Потому что со временем Некро смогут контрить. Могут появляться различные нулифайеры. Что мы там еще только могли обсуждать? Вот Спирит Весел ты еще вспоминал, да, как вариант. Спирит Весел, я думаю, 100% появилось. Вот, вот, вот. И все эти вещи, они ведь будут с течением времени появляться. Не сразу. Значит, нужно давить сейчас, пока Некр будет там максимально силен. Когда у него, не знаю, там Ю появится или еще что-то. В это время снизу нападают. Там жертвой оказывается Undying. Но Акс на месте и ПЛ на месте. Вот, уже пошли набрасываться. Есть горелка по дровке. Но Moonlight Shadow. Moonlight Shadow спасает. Undying находился слишком далеко. А скорость бега дровки и VR-ки довольно высока. Поэтому FNG, даже если у него была просветка, не мог добраться. Но тут привязали Артема и убили. Классный, классный выпад от Саксы получился. И башню будут сносить. При этом ее как-то задынаить не получится. Найн на месте. ППД уже дал, кажется, эту информацию своим парням. Но те пока не торопятся убегать или, наоборот, нападать на нее. В итоге темпларка смещается в сторону центра. Да, тут пока остается Phantom Lancer. ППД его видит. И сейчас. И ворует. Ворует, да, ворует Кентавра. И тычка! Да, и VR смог добить башню. Вообще он пробежит сейчас еще и под 33-м. Но на самом деле там 19 стиков и башню. Да, да. Причем стики пока не нажимает. Некор ждет. Найн увернулся от стрелы. Фатов использует липы. Найн отпрыгивает. Такер себе купил. Да, первым артефактом блинг идет. Именно. Ну и будет, судя по квикбаю, БКБ и дальше Яша. Ну, понятно. Манта, чтобы избавляться от корней. Да, дезолятор, БКБ и все вот эти вещи. Да, и к тому, что именно появление Манты, тоже было очевидно. Да, конечно, конечно. Вообще-то Бларка и так Мантастаилу не сильно не любит. А тут еще есть вполне очевидная причина купить этот артефакт. БКБ находит до Скитера. Разводится иллюзии. Первый доппельганкер потратил. Скитер делает телепорт. Стрела летит. И Фата сбивает телепорт Скитеру. Вот так вот. Не слишком сложно было, как мы видим. И времени было предостаточно в запасе. Да, Вивер пока тут потаптывается еще немножко по крипчикам. И, возможно, уйдет... Скипить. У него есть Сворм. И может он попытаться с ним сейчас сыграть. Был Moonlight Shadow использован. Идет Фата со спины. Но Вивера так просто не взять. На истрелу у него так просто не попасть тоже. А даже если попасть, то это... Это... Или сейчас. Вот сейчас прям просто берешь и пуляешь. Смотри. Ну, он молодец, что попробовал. А вдруг бы попал. Вдруг бы получилось красиво. Там пока Мирана воевала с Вивером, Хестеджи Роттен немножко повоевал с Аксой. И уже имеет тысячу золота после того, как купил себе тапок и вангард. А это говорит нам о том, что Акс скоро получит блинг. И тогда уже Спирит захотят играть первым номером. Пока что, я думаю, даже, что там NIP на линиях где-то выиграли. Где-то Некрофос поддавил. Сломали Т1 и Т2 вверху. Это, конечно, все не очень хорошо. Но Спирит, я думаю, устраивает на данный момент такой расклад. Потому что Акс еще не получил артефакт для инициирования. Пэл еще не набрал свою критическую массу. Да-да-да. Они все еще только, скажем, впереди. Впереди период раскрытия этих персонажей. Они не будут никуда торопиться. Это Спирит. Слушай, это Спирит. Они будут фармить до потери пульса. И герои у них достаточно подходящие для таких вещей. Да, видим, на Рошана забегают. Вот сейчас для NIP большой такой плюс. Это, конечно, возможность забирать Рошана относительно быстро за счет наличия дровки. Можно туда еще какие-то медальоны было бы добирать. Ну вот и Спирит. Мне интересно, чем так же будут укрепляться. Потому что я уже давно не видел никаких Солар Крестов, Алибард. Вот почему-то эти артефакты выпали из доты напрочь. Не знаю, с чем это связано. Алибарды видел недавно. Ну, они есть, но, да, они вот очень редко, знаешь, прям на очень Алибардных героях. Там типа Виномансера какого-то. Да, подставился Андайинг. Но это всего лишь Андайинг. Это всего лишь ФНГ. Лансер продолжает фармить. Алибарды тут не помешают и той, и другой команде вообще. Хотя бы одна на команду. Там под дровку, там где-то под темпларку. Все-таки огромным физическим уроном обладает темплар-ассасин. Тренд динает вышку снизу. Да, темпларка забирает с 25 скорости атаки. Просто я к чему веду. И правда, у одной команды физический урон в приоритете, у второй команды физический урон в приоритете. Ну, КПД тут, а что ему сделать, наверное? Ну, может поругаться на него, сказать, вот ты какой плохой, что ты меня тут в телепорт избиваешь. А тут уже база горит. Вот, в отличие от предыдущей встречи, где был один фантом-лайнсер, который даже не мог толком ничего сломать. КСТЖ Роттон залетает с даггера. Бивер повесил сворм на эйса. Бивера привязали и убили с пауэршопа. Он даже не успел ничего нажать. Не хотят отдавать Т3 так рано, но, кажется, придется. Спирит, там Т3 падает. КСТЖ Роттон поджигает некрофоса, получает от дровки. Даггер сбивается. Да, вот сейчас Акс может прыгать. Буквально секунда до блинка. Не стал. Не стал запрыгивать Акс. Видимо, была команда, что рановато, рановато идти сливаться. Вот сейчас бы туда в троих, но он не видит половину команды. Поджигает ППД. Очень разрозненно стоят игроки. И Тим Спирит грамотно выдерживает позицию против Акса. И так просто не ворвется. Ну, да, да, да. Ну, Спирит пока сидят, ждут. Они понимают, что сейчас, хорошо, это лишь одна сторона. Это не самая большая проблема в истории. Главное сейчас не проиграть полностью эту карту. Потому что шансы у них есть, серьезно. Если игра продлится еще, не знаю, 40 минут, они могут развалить. Ну, сейчас план Дроу Рейнджер сработал. Ну, пока еще не полностью, но мы видим то, что он работает реально хорошо. Сбивают Ливинг Армор. Undying использовал ультимейт. Вивер таймлэпс прожал. Акс загорел дровку. Крипак, можно убивать очень быстро. Да, пока минус эгида. Дальше на 33-го. На 33-го они обращают внимания. Знают, что он нажмет Гост Шрауд и что его больше не пробить. Да, ловушка была очень неплохая. Взорвалась. Пинговали на Акса. И да, вторую линию забрать, наверное, не получится. Если только спирит не проиграют Драку. Нужен еще один хороший врыв от Акса. Под крипами желательно можно врываться в Некрофоса. А, ну вот выбегает ХСТЖ Роттен сейчас. Забегает Фантом Лансер. Нужно на кого-то спровоцировать. Да, вот он запрыгивает. И сразу же находит Мирану. Скитер. Живет, живет Фантом Лансер. Он уходит на Добельгангере. Тут же на Майна переключились. Темпларка может выкуп. Да, спасибо. Темпларка делает выкуп. Получает стрелу у ФНГ. ХСТЖ Роттена расстреливает. Какой-то terrible, terrible damage. Да, и падает вторая сторона. Очень легко и беспрепятственно практически. Два выкупа, но здесь уже тяжело что-то поделать спирит. Когда на 19-й минуте 13 тысяч перефарма с таким драфтом. Да, какие-то, знаешь, аномальные показатели. И двух сторон нет. И падение третьей стороны. Это правда вопрос времени. Ну, мы вот привыкли так говорить, что... Как оборот, да? Фигура речи. Но сейчас так все есть. Считанные минуты остаются. Сакса. Видит Найна. Поддержки нет рядом. Есть у Найна поддержка. В лице Бивера. Побежал-побежал. Бивер. Бивер-вивер. А Найпи, они вообще не оглядываются назад. Они просто идут и сносят Т2 вышку снизу. Там последний тавр стоит Т3. Не, у Найпи четко все исполняют по плану. Мека на Некрофосе есть. Фата поднимается уже на базу. Ну, да, там через Старшторм сейчас подчищается пачка крипов. И ей стоит расстреливать. Вот так бывает, когда вы дровки... Ну, когда вы ее не загнобите. Когда у нее вполне себе хороший фарм. И сейчас фарм у нее был великолепный. В Смоуке. Акс в Смоуке, в принципе, все. Забегать на Мирану, ну, может быть, это и есть вариант. На ППД иллюзии пытаются подразвести Найна. Хоть на что-то. Ну, мы видим, Найн не ведется. Не привязал Скитера с Аксом. Все равно тяжело. Тяжело и Спирит выбрать момент для атаки, чтобы ворвался Акс. И тяжело Найпи действовать как-то, знаешь... Вот хочется сказать безответственно. Я уверен, есть какие-то другие, менее грубые синонимы этому слову. Но я имею в виду, что так, на тупом не зайдешь и не побьешь. Ты вышел. Прям ты хорошо подобрал. Да, не, я согласен. Я согласен, что Найпи сейчас будут стараться не ошибаться. Просто этот драфт, он работает как в одну сторону, так и в другую. Смотри, что собирает Мирана. Да, да, да. Потому что необходима стойкость, чтобы вдруг где-то случайно не зафокусили. Видимо, считают, что урона и так хватает. Да, наверное, так и есть. И, и, и. Фишка ведь в чем? Найпи в шаге от вылета. Если они сейчас допустят ошибку серьезную и игра реально затянется. Вот сейчас Акс, кстати, очень неплохо прыгает. Но Темпларка попадает под раздачу. Есть коса. Минус Темпларка. 100 секунд без нее. Да, Акс как бы ни крутился, никого уже убить не может. ГГ пишет Спирит. Ну, здесь уже все понятно стало после того, как драка началась вроде бы неплохо для Спирит. Ворвался Акс, но он не ворвался в дровку. Дровка дает газ, и Акс, если даже и крутится, то где-то там в стороне. И после надписи Good Game пощелкал. Было бы забавно, если бы написали ГГ, тут резко Акс убивает. А потом, sorry, fake, ГГ. Да, да, да. Резко убивает троих, камбэк. И выигрывается катка команды Спирит, и начинается машна в Твиттере. Как это обычно бывает. А тут еще и ППД, понимаешь? Тут же прям машна в Твиттере начнется в момент, когда вот просто через 11 секунд после ГГ трон не упадет. Ну да, машна в Твиттере и машна на Реддите еще. Естественно, сразу во всех возможных сферах. Да, ну что ж, друзья, счет 1-1. А NIP чуть-чуть быстрее расправились со своими оппонентами. На второй карте. И это значит, что будет третье решающее. За выход в плей-офф. И ее уже мы посмотрим после небольшой паузы. Поэтому далеко не расходитесь. А мы к вам скоро вернемся. Делай ставки на GGBet. Лучшие кибердисциплины. Пополняй популярными платежными методами. Крутые мини-игры. Круглосуточная поддержка по любым обращениям игроков. Регистрируйся уже сейчас. GGBet. Лучшие ставки на киберспорт.